всем привет вы на моем канале о вязании вы просили я с радостью сегодня наверное нет я действительно с радостью это сделаю единственное что может меня остановить это хорошая погода на улице я бы с удовольствием вышла прогуляться но пока не знаю хоть можно я на свое рабочее место все-таки присяду так всем нравится мой стул мне кажется он именно поэтому и начал скрипеть тут уже кто-то был что я только-только протирала стол так ну что поехали успеть за час я сегодня утром сегодня суббота вообще у меня обычно по субботам я стараюсь делать выходной это на протяжении уже года представляете то есть это марте месяца моему или в конце февраля у меня была в прошлом году первая сессия с психологом вот которая вообще всего все это вот очень сильно повлияло на то как изменилась моя жизнь лучшую сторону на самом деле я не то чтобы прям за психологов или против психологов просто так однажды моей жизни случилось что мне понадобилась помощь мне и предложили безвозмездно то есть таком безвозмездно оказать я сначала вроде нет а потом как согласилась ну и в общем хорошая была вот с тех пор я стараюсь стараюсь очень сильно стараюсь давать себе отдых по крайней мере минимум я понимаю его ценность вот дайте я хоть что-нибудь поставлю в кадр сейчас у меня вот такой крем для лица отжалела себе денег потому что вы видели наверняка если смотрите благовы канал как какие у меня были проблемы с лицом перед зимой началось так я не поняла то ли я вот эти но все таки повлияло которое я попробовала самостоятельно ввести этого делать не стоит не советует теперь же на личном опыте знаю каково это вот то ли все таки курсы макияжа с немытыми кистями или спонжем я не могу сказать что там прям все было очень ужасно но зная свою очень очень привередливую кожу лица не только лица для меня это могло стать решающим моментом вот я прям всю зилу страдала сейчас у меня конечно не такие проблемы но еще есть пришлось себе отжалеть денег что было ну не могу сказать что очень не могу сказать что могла себе это позволить так и отжалеть на некоторое базовое средство по уходу за лицом из профессиональных вот у меня сейчас пенка профессиональная и вот крем который так быстро заканчивается это просто печаль но результат на лицо в прямом смысле слова поэтому ну видимо того стоило до суббота выходной выходной у меня должен был быть в любом случае он будет выходной то есть если мне вдруг перехочется выходной в чем и вообще смысл ему то что я делаю то что хочу если я хочу работать я работаю если я не хочу работать то я себя не заставляю я даже если запланировала там чего-то там и мне вдруг перехотелось я разрешаю перехотеть чтобы этого не было вот это вот у меня день день хочу хире не хочу хи суббота вот я стараюсь сделать так сегодня хорошая погода за окном я думаю что все таки выберусь чуть ближе там к вечеру да пока еще не будет темно на какую-нибудь прогулку может быть схожу магазин пряжи мне нужно докупить мото кланы gold на свитер на валберсе меня ждет тоже рукодельная скажем так и около рукодельная покупка а сейчас я хочу начать с того свой выходной что хочу начать записывать для вас видео развлекательного характера эти как это кастаретки успеть за час вы просили я чё почему бы нет и не поверите я сегодня выберу аж 3 почему 3 аж 7 процессов которые я буду каждый продвигать на один час соответственно сейчас вам расскажу что это будет а потом пойду буду продвигать и скорее всего будут в процессе подключаться может быть даже прямо с дивана да потому что я по субботам стараюсь вот тут не сидеть чтобы мне это место не надо ухожу к телевизору тем более что есть что посмотреть сейчас вообще в целом мне очень нравится натальная карта передача и вот вышла с романом как романовым это такой очень веселый человек позитивный но мне так кажется не то чтобы я сильно фанат ну то что видела смешно да вот и с гореком хорламом я еще не успела посмотреть поэтому вот у меня прям а и два фильма если что у меня тоже есть на вечер поэтому сейчас заряжаем затариваемся процессами и отправляемся вязать у меня будет не только вязание хочу сразу предупредить да но и другие вид рукоделия которые присутствуют в меньшей конечно же степени в моей жизни давайте мы начнем с того что у меня в работе то есть те процессы которые у меня уже начаты это носки жаккардом и джемпер для моего младшего сына значит у меня есть такая проектная сумка здесь лежит вся пряжа подготовленная для этого проекта на текущий момент у меня вывязан всего один моток это просто лицевая гладь с резинкой конечно же по прямой и до маркера и уже слушайте я отвыкла есть такая штука хочу эти баночки наверное покрасить но я думаю что на этом все и закончится чисто на желание значит это ну спинка или перед совершенно пока что не пока что вообще никакой разницы нет здесь ровно один моток значит я не буду сюда вешать маркера потому что я еще не делала дальше никаких расчетов но я спокойненько себе могу начать вязать вторую деталь да потому что это будет шивное изделие у меня пряжа перемотана то есть я возьму точно такие же спицы спицы у меня к счастью хватает до допустим четверки у меня как минимум четыре пара точно будет разных поэтому я возьму новые спицы и начну вторую деталь с нуля да то есть ее еще пока у меня нет вот и это будет мой первый процесс соответственно через час я покажу вам продвижение по этому процессу дальше второй проект мне будет самой любопытно сколько же можно связать за час носка с жаккардом я думаю что это будет очень мало все запуталась так пряжа alize superwash artisan носочки жаккардом когда-то когда вас немножко перестанет тошнить от количества носков вязальных видео я сделаю описание это такая шутка юмора все кто не понял значит растительный узор вяжу от манжеты здесь у меня эластичный набор петель имитация итальянского набора резинка один на один и собственно сам жаккард тут совсем немножечко и сюда мы макер конечно же повесим какой-нибудь контрастные синенький опачки так куда тут повесить я вот повешу здесь это крайняя петля в ряду то есть не первое следующем последнее в текущем вот но и мне самой реально очень любопытно я всего того что очень редко вижу партнер не то чтобы мне не нравится просто это не та техника чтобы я вязала много мне хотелось перед а вот все же карта нет я больше все таки по каким-то таким узором лицевой глади почему нет мне нравится зелье лицевой гладью вот а жаккард вот такие исключительные случаи когда прям захотелось но это вот конкретно тот случай вот так что это будет мой второй процесс он пока лежит без без места бомж короче без определенного места жительства так и теперь давайте те процессы которые начаты но не касается вязания это будет обязательно вышивка а чупа нет покажу вам все распаковывать не буду покажу вам сколько у меня вышито вышито тут совсем ерунда и пока что такая каша-малаша я обязательно сделаю фотографию чтобы мы могли с вами посмотреть потом через час продвижения да я думаю что это будет максимум 3-4 ниточки в лучшем случае появится здесь подарок но это пока мои мысли вот тут как-то зашьется то есть хочется чтобы вот тут было уже как можно больше зашитой как можно меньше пустых мест кстати когда вышивала вот эту зеленую ниточку почему я так мало обратила внимание что когда начинала считать клеточки для вот этого подарка почему-то не досчиталась то есть вот здесь столбик еще голубых соответственно оранжевых то есть что-то я промахнулась в счете вот то есть короче час вышивки это пластиковая канва вот и это набор бог его знает как называется студия времени мп-студия времена года зима но это у меня будут это вообще магниты как бы на у меня это будет игрушки на елку новогоднюю я года два назад по-моему вышивала что два года прошло что два новых года то есть два праздника назад я вышивала у меня в этом году не было елки должно быть местным нет так случилось а в прошлом году елка была очень красивая и на елку мы вешали вот эти игрушки вышитая мной на пластиковый канве и вот хочу чтобы за этот год у меня еще четыре новые игрушки появилась было бы очень здорово если бы еще и мы место локации проживание поменяли ему короче пока я просто мечты вот короче я сфоткаю и мы через час посмотрим что тут продвинулась потому что маркер сюда не поставишь так это процесс номер три правильно правильно дальше я уже неделю если даже не две так быстро течет время что не успеваешь не рисовала поэтому я беру с собой работу картину по номерам сейчас я рисую вот такие пионы тоже вам постараюсь не постараюсь обязательно сфотографирую чтобы вы посмотрели на продвижение значит я думала как мне это рисовать чтобы показывать вам прям продвижение да и решила я бы вот зарисовывала бы здесь но у меня утеряны краски не поверите поэтому я постараюсь когда уже буду садиться я или вот здесь на часик порисую или вон там сверху вот тут тоже цветочек один посмотрим по своему скажем так и желанию и усмотрению или вот нижний можно тоже где тут он не вижу не не влезая да вот тут тоже сфотографирую когда буду определяться и картину в целиком целиком и это место поближе и потом спустя часик мы посмотрим что я тут по нарисовывала за час в принципе кстати можно неплохо продвинуться эта картина не самая простая тут даже уровень сложности какой-то там был типа по-моему даже тяжелый или как это называется в общем что то такое было пикси хочу чтоб все осталось на столе красивая картина я прям уже если бы не нужно было работать я посела и рисовала и рисовала и рисовала и рисовала и рисовала бы так и теперь еще три процесса это будут абсолютно новые процессы поэтому и маркера вешать некуда то есть мы один маркер всего повесили баночку нужно убирать первый процесс это будет мотив из пряжи ализабелла вот не знаю в какой очередности будут выходить видео если я снимала видео о планах на вязание ну логично было бы его конечно вперед пустить но в общем хочу опять же из остатков пряжи имеющихся вязать какие-то полноценные вещи не то что там коврики в прихожую дали там ну что-то такое лишь бы извязать а прям такие классные вещи и у меня на вайлберисе лежит мне 4 подушки две навалочки у меня были связаны из ализе коттенгол с бабушкиным квадратом может быть к этому времени появятся какие-то фотки не знаю и вот у меня еще была такая в клубках лежит тоже вы же любите мои клубочки я хочу повязать мотивы еще две навалочки сделать из мотивов и собственно хочу поискать сегодня какой-нибудь интересный мотив суббота же я могу себе позволить и в интернете посидеть немножко и собственно начать вязать мотив ну час не знаю вряд ли можно за час связать красивый мотив какой-нибудь когда это не просто бабушкин квадрата когда там интересный бабушкин квадрат просто интересный мотив почему бабушкин я не знаю поэтому вот этот процесс мы начнем дальше мы начнем вязать с вами заказ У меня поступил заказ на две игрушки, точнее на игрушку и погремушку. Я сегодня хочу начать с мишки. Я начну с головы, это самая большая деталь, которая там вяжется. И за час ее точно не связать, но я начну с этого. Вот, потому что потом после головы все остальные детали кажутся совсем ерундой. Поэтому это будет процесс номер два. Вот этот моточек конкретно мне понадобится. И последний процесс, который я начну в рамках этого видео, это будет шапка для бани. И вязать я буду из остатков полухлопка. У меня есть такая вот корзина. Здесь не все. Это точнее, ну у меня есть еще в другом месте. Но вот отсюда я буду прям конкретно брать. Тут чего только нету. Это будет шапка. Наверное, первая все-таки будет тренировочная. Потому что у меня есть, скажем так, запрос на цвета, которые хотелось бы, чтобы присутствовали в шапке. У меня таких цветов нет. Вот, какая незадача. Поэтому первую я свяжу тренировочную, наверное, из того, что у меня есть. Хочу поизвязывать Cotton Gold, который такой, знаете, вот в игрушке сложно описать, допустим, синий джинс. Ну, я не знаю, кто это должен быть. Медведь синего джинса, да, или там зайчик. Нет, конечно. Вот. В первую очередь вот это. Ну, это будет шапка крючком с жаккардом. Буду показывать процесс, собственно, когда начнется. И потом вторую шапку. Уже нет тренировочную. Я надеюсь, что я какое-то видео даже, может быть, сниму. Ну, посмотрим вообще, насколько мне самой будет интересно это делать. Вот, поэтому аж 7 процессов я беру с собой в «Успеть» за час. И по каждому процессу мы спустя время будем наблюдать сами продвижения. На этом я отклонюсь и пойду отдыхать. Отдыхать. Не знаю пока с чего начну. Начну с кофе. Да, у меня кофе тут слева стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я хочу показать свои продвижения. Это будет промежуточное отключение, да. На столе образовался какой-то жесткий бардак. Сейчас, секунду. Два продвижения. Это вязание и вышивка. Начнем с вышивки. Я ее сразу беру. Честно говоря, я прям, ну, слегка в шоке, что за час можно так продвинуться в вышивке. Я сомневалась, что я и вот этот первый я закончу, да. Но, как я и хотела. Я дошила вот этот подарок. Вот этот полностью вышила. Здесь зелье зашила. Это закончила. Здесь дошила. И вот это все красное тоже появилось. И даже вот чуть-чуть пошло вверх. Эта ниточка у меня тут намотана. Честно говоря, мне просто было лень обрезать, потому что желтый здесь. Он вот такими крапушками где-нибудь на протяжении всей елочки. Часик прошел. Вот. Честно, я скажу, что когда вот здесь начал появляться красное в таком количестве, я чувствую такая, в смысле, елка красная, потому что здесь только одна бумажка, да, схема и она же и обложка. И я совсем забыла, что это такая елочка-пирамидка. Серьезно, когда я успела об этом забыть? Вот, поэтому, получается, первый ярус у меня полностью готов. Вот сейчас я на втором ярусе. Здесь очень много бэка, причем на всех четырех схемах. Ну и, в общем-то, смотрите, как здорово. То есть, да, если периодически устраивать такие вот игрули, как я это делала раньше регулярно, сейчас просто физически я не всегда имею возможность, скажем так, вязать одновременно столько процессов, просто я хотела сказать. Так, это, что касается вышивки. И еще хотела сказать такой момент, который я заметила сразу же, как только я вообще начала с этим набором работать, что в прошлый раз, хотя это один и тот же производитель, мулине было лучшего качества. Оно тоже яркое, да, то есть и там, и там. Но в этот раз что-то с ним не то. Вот, все это убираю. Вообще, конечно, какой-нибудь сундучок бы иметь для этого. Но не имеем. Вот. Так, и второй мой процесс, это вязание. Я начала сразу с нового процесса, потому что, я даже не знаю почему. Наверное, это был единственный процесс. Ну, нет, не единственный. Ну, я не знаю, почему так случилось. В общем, я перемотала джинс в большой клубок, который у меня был, и начала вязать заказ. И без понятия, сколько я тут продвинулась, в смысле, как без понятия, вот, вот столько. Значит, я начала с вязания головы. Я вижу по веслатному описанию, это Мишка Тёма. Автор этого бесплатного описания Юлия Дейнега. Можно найти в интернете, просто написать Мишка Тёма, описание, и оно сразу, и в общем, на всех сайтах оно есть. Вот, поэтому, вот так. По-моему, здесь ещё или этот ряд, вот, текущий у меня последний, да, когда без прибавок, без убавок, уже прямое полотно, скажем так, да. И следующий, наверное, ещё есть, а может быть, уже и нет. Вот, и, в общем, как-то так. Посмотрим. Я, конечно, не собираюсь это дело растягивать. Уже после того, как я закончу снимать это видео, в первый час я буду этот заказ активно вязать и отправлять, потому что там он тоже нужен. Ну, я ещё никуда не опаздываю, но мы, когда заказчисти списывались, обговаривали, что пока он идёт к ней, потом она там упакует подарок, ещё куда-то отправит. Ну, не знаю, кому. Не вдавалось такие подробности. Вот, поэтому, в общем, заказ. И ещё мне, знаете, что прям безумно понравилось в этой корзинке хранить процессы вязания именно игрушек. Сейчас поубираю отсюда всё лишнее. Я позаканчивала свои погремушки, все пособирала. Здесь лежит у меня мулине номер 3219 в нашем оффлайн-магазине, да, местном, рукоделии. Одном из двух. Это самые тёмно-коричневые были ниточки мулины. Я их покупала специально, чтобы вышивать носики, реснички, там, дровки, кому что надо, потому что чисто чёрные, ну, как-то даже не естественно, да. Дрови, мне кажется, прям чисто чёрные не бывают. Или бывают? Ну, бог его знает. У меня точно нет. И, в общем, самый тёмно-коричневый смотрится. Это гораздо симпозичнее. Там иголочка для шивания, ножнички дежурные, крючок текущий. Этот крючок, это крючок, которым я там другой процесс связала. Я его решила пока не убирать. Вот, так что вот так и вот так. Супер! Вот прям корзинка, вы знаете, я ей долго не могла найти применение. Она у меня просто стояла. Ну, она же типа связана. А тут получается, что вот прям игрушки хранить здесь, ну, просто очень-очень-очень удобно. Так, два процесса. Больше пока ничего не протекало. И даже не знаю, пока что, что буду дальше. Мне очень хочется выйти на улицу. Там такая солнечная погода. И время пока что ещё позволяет это сделать. Полшестого. Ещё немножко и начнёт темнеть. Но мне некуда идти. Представляете, вот. Я не люблю просто выйти и ходить. Мне надо какая-то цель. То есть, куда-то дойти. Даже если вот просто, не знаю, за хлебом выйти. Вот, поэтому я сейчас подумаю, конечно. Конечно, это очень плохо, когда все выходные дома. Но зато больше успевается. В общем, я пошла думать, что я буду двигать дальше. И посмотрим, что будет потом. Так, покажу вам своё следующее продвижение. Трендела с подружкой по видеосвязи и вязала. И у меня связалась немножечко джемпера. Значит, это вторая деталь. С нуля. Да? Как я и говорила, в принципе. И я... Ну, нормально так продвинула. Я хочу сказать, что здесь сколько сантиметров, наверное... Ну, 10 точно есть. И визуально это где-то полматочка я вывязала. Уже не буду доставать целое. Ну, где-то так и есть. У меня получается... Значит, 100 метров здесь в клубочке было. И у меня... Я когда-то очень давно засекала свою скорость вязания. И у меня тогда получалось, если это лицевая гладь, то где-то 50 метров в час. В принципе, получается, особо ничего не поменялось. Вот, вяжется кайфово, конечно. Миринерова еще расскажу. Очень мне нравится. Спицы свои притащила. В последнее время даже на скрутку спиц жалею время. У меня тут в этом наборе лежат не только сами зинки, которые были в этом наборе. Кстати, вот это был мой подарок на 30-летие от подписчицы. Во вторник мне уже 36. То есть этому набору спиц уже будет ровненько 6 лет. Представляете? Я в шоке. Вот. И, значит, здесь лежат новометал. И там внутри... Уже не буду подспаковывать, хотел сказать. Потом вспомнила, что тут довольно удобное колечко. Это, которым можно подтянуться для рукой. Вот. Тут немножечко резинка растянулась. Ну, просто потому что... В общем, еще одна пара спицы тут была, да? Вот. И там у меня две пары кубиков. Четверка, наверное. Четыре с половиной или четыре с половиной и пять. Даже не знаю. Лески это все, что у меня остались. И больше ничего нет. Тут вот леска вообще не трошна. Она просто подходит к этим спицам. А чьягу осталась вот эта одна штучка, как она называется, я без понятия, чтобы зажимать, да? Спицы руками, чтобы не скользила, когда зажимаешь ключиком. И ключик вот здесь у меня лежит. Все заглушки и остальные ключи, которые там попадались с лесками вместе, они лежат у меня в отдельном месте, чтобы не захламлять вот этот романчик, да? Потому что, когда я начинаю что-то досывать нужное и все остальное высыпается, то это не совсем приятно. Я с заглушками пользовалась в последний раз, даже не могу вам сказать, когда. Ну, очень давно. Прямо очень-очень давно. Так, ладно, закрою потом. Значит, этот процесс я продвинула и сейчас сижу, думаю, вообще неплохо бы, конечно, повязать носочки. Но я хочу посмотреть что-нибудь смешное на ютубе, поэтому, скорее всего, все-таки возьмусь за мотив. Взяла, тут у меня есть дежурный телефончик. И как раз-таки вот выбираю схему. Я хочу какую-нибудь, ну, во-первых, это должна быть квадратная схема, во-вторых, она должна быть довольно плотная, да? То есть, чтобы не ажурная, не сильно сложная, да? То есть, чтобы было как можно меньше дыр. И что-то, как-то, честно говоря, мне особо ничего не нравится. Значит, я выбрала, по-моему, два мотива. Ну, вот такой формат мне нравится, ну, вот не знаю. Этот сильно большой, наверное, получится. Так, где ты, где ты? Вот этот мотив мне понравился. По идее, он должен неплохо смотреться. И еще... Такой... Такой был максимально простой. Хм, куда-то исчез. Я уже его себе сохранила. Я начну, наверное, все-таки вот с этого. Просто длина улочки, он будет как раз-таки очень даже прикольный. Вот, ну ладно. Пошла вязать дальше. И попозже еще, ну, естественно, увидимся, да? Еще вязать и вязать на самом деле. Так, прошел, ну, почти час. Я уже не буду начинать новый мотив. Потому что он потом у него будет болтаться. Это будет процесс, который подвязать вообще в свободное время. Есть немножко у меня... Ну, то, что переживания по этому поводу, я не очень люблю, когда надо постоянно смотреть в схему. Значит, я не довязала его до конца. По-моему, еще там рядов 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По-моему, 12 на 4, допустим, ряда я не довязала до конца. Но у меня подушки 40 на 40, которые я заказала. Соответственно, мотив должен быть где-то 13 на 13, да? Плюс сборка, плюс еще потом финальная какая-то обвязка. Плюс это еще до ВТО. Я думала, что еще ряд я точно свяжу, чтобы у меня вот эти крайние листики закрылись, да? Но я тут притащила рулетку. Такой для рукой совсем неудобно. И у меня вот здесь уже 13 сантиметров. Не знаю, видно, нет? Вот, 13. Поэтому, поскольку это будет, ну, как бы, соединение, да, я решила сильно не париться и оставляю на этом моменте. Я представила, вот сюда соединяется еще один такой же мотив. В принципе, здесь получится квадратик, да? Здесь как бы листики как будто бы перетекут в другие листики. Что-то должно прикольное получиться. Когда начинала вязать мотив, где-то до пятого ряда, раз, два, три, четыре, раз, два, три, до четвертого, смотрелась вообще полной ерундой. Думаю, нет, я еще, наверное, ряд провяжу и точно буду брать другой мотив. Потом смотрю, там что-то, ай, не знаю, непонятно, еще рядок. Ну, и вот, когда уже появился вот этот листик полностью персоревновался, уже стало понятно, что, может быть, и ничего будет. Вот, ну, по крайней мере, пока что я представляю вот это полотно. Девять, три на три, да, всего девять, собранное в единое полотно и как лицевая сторона подушки будет персвечиваться. Я вязала крючком 2,1. Вот, это Белла, если вдруг чего, если я вдруг забыла где-то сказать в этом видео. То есть, довольно такой плотный мотив получается. Можно было бы, конечно, плотнее, но тогда бы вводили вот эти окошки чуть сильнее. Короче, все, в принципе, получилось очень даже неплохо. Вот, дальше пока я вязать не буду, в смысле мотива, да, начну двигать другие процессы. А это у меня будет такой процесс, ну, наверное, на пару месяцев я его растяну, потому что подушки такие у меня будут две. Вот, и, естественно, у них еще будет у самой подушки какая-то обратная сторона. Я еще пока не решила, какая. Может быть... Может быть, да. Там, в принципе, вот эта схема, ее реально продлит насколько угодно. Да, соблюдать вот этот ритм. И можно хоть бесконечно вязать. И было бы прикольно. Может быть, даже одну сторону подушки связать вот такое полотно 40 на 40, да. Один такой большой мотив, а другую вот три мотива в высоту и три в ширину. Ну, не знаю. Вообще, есть еще мысль ускорить немножко процесс именно вязание этой наволочки декоративной и обратную сторону связать просто бабушкиным квадратом, что будет тоже смотреться 100%. Хорошо? Да, то есть максимально простой вот этот стандартный бабушкин квадрат. одноцветный, да. И, ну, пока что, в общем-то, на этом все. Сейчас у нас время уже поздний вечер. Ну, как поздний. Не ночь, конечно, еще. Но время к 10 часам ближе. Я решила на сегодня закончить. И продолжу завтра. У меня осталось рисование, носочек и шапка. То есть, я получился... Четыре процесса сегодня продвинула. Очень даже неплохо считаю. Так что до следующего включения. Кипает чайник, но у меня вот-вот вернется ребенок. Младше. Поэтому я буду быстренько проказывать свои продвижения за еще 2 часа. Носок. Боже мой, как это медленно. Ну, это, наверное, даже дело не в том, что я так медленно вяжу. Знаете, что я хочу в первую очередь сказать? Вообще, я собиралась взять от мыска. То есть, вот здесь, ну, условно, должен был быть мысок. Прикольно, да? Если мысок резинкой сделать, нет? И узок, соответственно, должен был от мыска выглядеть вот так. Листики эти должны были... Нет. Да. Вот так должны быть. Поэтому, когда я передумала и стала вязать носки от ланжета, я, соответственно, и схему перевернула. Но, вот сейчас я смотрю, это еще не весь рапорт, но уже там немножко осталось. И понимаю, что мне вот так нравится больше. То есть, чтобы они вниз смотрели. Вообще, не знаю, насколько это правильно. И вообще, где написано, как правильно. Нигде не написано. Вот. И знаете, у меня такая проблема. Я еще вчера это подняла, когда я взяла мотив коричком, что я не люблю следить за схемой. Хоть сто процентов. То есть, уже бог с ними, с кончиками, со всем остальным. Но за схему следить просто не могу. И все. Меня прямо подбешивает. Если нужно там что-то сильно запоминать. Так, я на ногу натягивала. Все хорошо. Очень сильно забирает время то, что нужно запоминать эту схему каждый раз. Вот это вот проталкивание, да, вот через эти два, тут оба стыка, абы какие, вот это время забирает. Поэтому здесь, ну, совсем ерунда от маркера провязана. Буквально, по-моему, 13 или 14 рядов. Но вообще, он такой симпатичный. Вот. И я, наверное, еще чуть-чуть провяжу. Я не хочу высокие пагольники. Ну да. И буду переходить уже на пятку. Пятка должна получиться довольно высокая, чтобы... И клин подъема, соответственно, тоже высоковатый. Чтобы не было проблем с посадкой. Все-таки жаккард, он не такой эластичный, да, как даже там лицевая гладь или даже какие-то простейшие узоры. Так что вот такое продвижение номер 5. И, наверное, пока что я их отложу. Не в смысле в рамках этого видео, а вообще. И продвижение номер 6. Это рисование. Значит, я фотографировала картину целиком. И фотографировала участок, который собиралась рисовать. Значит, я собиралась вот здесь порисовать. В принципе, так оно и получилось. Если я ничего не путаю, вот это все, вот это все, и, по-моему, даже вот эти два кусочка, это было нарисовано сегодня. За вот это, не за час, а за 50 минут. Потому что мне уже начала вставать шея. Я сегодня и вчера целый день работала, и совмещала и домашние дела, и, собственно, работу, да. И мало спала, хотя это единственная ночь в неделе, когда я могу выспаться. Но вот опять, да. Нам же как есть. И вот это, вот то, что темным нарисовано, вот это тоже полонарисовано. Но я вам вставлю разницу, да, сначала крупным планом, точнее, наоборот, целиком. А потом крупный план. Посмотрите, как это продвинулось. Сюда не добралась, ну, как-то вот здесь вбилась, и все, этого хватило. Кисточки отвратительные. В наборе вяжу, 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 вяжу. Рисую кисточками, которые покупала. Покупала. Фух, надо выходные. Покупала отдельно, но и они, что-то как-то уже, как будто бы, не очень. Тут бы, наверное, неплохо порисовать. Какие-то тут, как будто бы, простые вещи. Было не очень удобно из-за того, что я нарисовала один. Здесь три цвета. Один цвет нарисовала, потом, смотрю, лево еще очень много. Беру второй цвет, начинаю рисовать. Смотрю, еще время осталось на 19 минут. Беру третий цвет. И уже неудобно, потому что пальцами задеваю, еще то не подсохло. Ну, короче, такое себе. Вот, смотрю, что подсыхают мои краски. Надо как-то активнее рисовать, чаще. Я было время, не так давно это было, в принципе, да, рисовала по вечерам в зале. Но потом просекла фишку, что за столом это гораздо удобнее, под хорошим освещением, вот именно под этим, под которым я снимаю, да. И что-то по вечерам уже никакого желания нет мучить свои глаза. Но вообще мне очень нравится этот процесс. Я максимально точно угадала с сюжетом, который требовала моя душа. И именно поэтому я действительно с удовольствием рисую и совершенно не жалею на это время. Вот. И у меня остался последний, седьмой процесс. Это шапка с жаккардом. Носки порисовали. Ой, порисали. Порисали. Каротину порисовали. Осталась шапка с жаккардом. В принципе, этим я и собираюсь вечером заняться. Так, это будет последнее включение в рамках этого видео. В общем, я тут использовала уже три цвета. Помимо основного, это не есть основной. Это просто клубок Cotton Gold, который целый перемотан и пригодится. Короче, прошло чуть меньше часа. Три минуты там мне еще вызвалось, но я не хочу брать новый ряд в работу, потому что сейчас пойду ребенку греть ужиную. Ну, смотрите, что у меня тут получается. Это очень весело. Очень ярко. Я вообще тут комбинирую. Это, честно, не знаю, что тут еще. Ну, не то чтобы что еще. То есть, как подскажет пятая нога. Одну секунду. Одну секунду. Начала вот с такого ярко-голубого. Это джинс. Это тоже джинс. И вот этот зеленый, это картопа вот этот, который сам по себе не очень нравится, как цвет. Но в сочетании с вот этим желтым, это даже не желтое, а оранжевое, которое осталось у меня от вязания жирафика. Да, вот такой клубочек еще. В общем, смотрится очень-очень весело. Дальше будет ряд белого. И потом я хочу все-таки сесть и высчитать. Встаньте, подвигайтесь. Вот как раз его началось хорошо. Высчитать, сколько же мне вообще нужно столбиков на эту шапку, да, чтобы дальше я могла перекидывать, сколько мне еще вообще убавить. Ну, следующий ряд точно с прибавками, потому что вот все были с прибавками, а последний зеленый был полностью без прибавок. Потому что я не хочу, чтобы это получился прям совсем такой, как Панама, да. Вот. Ну, слушайте, прикольно. Все, на этом я хочу закончить. Я не буду уже никакую заключительную часть снимать. Я надеюсь, что вам было интересно. А если так, поддержите видео лайками. Я буду стараться, может быть, даже чередовать влоги выходного дня с различными форматами игр. На самом деле, я вообще придумала свою игру. И даже придумала ей название. Но когда это случилось, я готовила кушать. Я такая думала, я сейчас пойду запишу. Потом думаю, ну что я запишу, я что, забуду? И вы не поверите, я забыла. Кто-то тут очень хочет кушать, никак не может дождаться. Все, на этой прекрасной ноте закончу. Всем хорошего настроения. Тут уже помощник на меня надвигается. Увидимся в новых роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok